Футбольная сборная Беларуси Могилевский форта на удивительном третьем месте. К этому надо привыкать в нынешнем чемпионате страны. Возрождая гандбольные традиции из прошлого, областной центр впервые принимал игры детско-юношеской лиги «Зуберкап». Всем привет! В эфире «Спорт М». И начнем наш сегодняшний выпуск с футбола. Его будет много. Первый сюжет об игре Могилевского Днепра и Ислаще в чемпионате страны. Это была игра перенесенного 14-го тура в высшей лиге. Именно после нее в турнирной таблице возник статистический порядок. У всех по 25 матчей. Но сначала надо было отыграть 90 минут в среду поздним вечером. Зритель, подкупаемый скорым началом телевизионных трансляций Лиги чемпионов, на матч почти не пришел. В протоколе болельщиков насчитали 700 человек. Что до игры. Днепр ее проиграл. Счет 1-2. Причем забивали только гости. Сначала передача Вадима Побудей во вратарскую Могилевчан не нашла адресата и мяч влетел в ворота. Через пару минут уже в другой вратарской кике Габи поборолся в воздухе с Александром Шагойко. И от его головы мяч влетел в ворота во второй раз. В конце первого тайма с пенальти не забил Евгений Барсуков, а окончательный счет на 65-й минуте установил Геннадий Близнюк. Поражение Днепра 1-2. Поклонники Ислащи, которых на игре не было, говорят спасибо. Борьба за выживание у команды из Минского района приобретает смысл. За пять туров до завершения чемпионата отставание от спасительного 14-го места 4 очка. Уже на следующий день после игры Могилевского Днепра на поле стадиона «Спартак» вышли юношеские сборные Белоруссии и Словении. В областном центре взялись старт матчи отборочного раунда к чемпионату Европы по футболу среди юношей до 17 лет. На этой стадии сыграют 52 сборные. Они поделены на 13 квартетов и проводят матчи на территории одного из участников группы. В следующий этап квалифицируются две сильнейшие сборные каждого квартета и четыре обладателя третьего места, у которых будут лучший показатель в играх с лидерами своей группы. За право отобраться в летную часть чемпионата Европы в Могилеве соревнуются четыре команды сборной из Словении, Франции, Казахстана и Беларуси. Стоит отметить, что Могилев уже трижды принимал отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Представители УИФа остались довольны уровнем организации, что и стало основанием выгодную и престижную для города практику продолжить. Почему выбрали Могилев? Дело в том, что для проведения таких турниров существуют определенные требования. Это и категория стадионов, и инфраструктура, технические центры и так далее. Поэтому, скажем так, инициатива города Могилева и наша совместно с городом выбрали мы для проведения этого турнира стадион «Спартак», потому что он соответствует этим требованиям. Ну и, в принципе, учитывая, что это уже третий год, когда проводятся такие мини-турниры, ну с каждым годом, так скажем, было отмечено представителями УИФа, что проходит он достаточно на хорошем организационном уровне. Матчем-открытием стала игра сборных Белоруссии и Словении. Исходя из турнирных раскладов, именно эта встреча должна была стать определяющей в дальнейшей судьбе нашей команды. Начали неплохо первый тайм, и второй вышли, просили ребят больше сработать за счет передач, но как-то, наверное, все-таки под спутно в каждом сидит счет 0-0. Вроде бы, как нам можно, его тоже там в каких-то раскладах достаточно, и сыграли буквально первые 10 минут, отдали полностью инициативу, просто делали простые выходы, и вот мне это не понравилось. То есть, и вот второй тайм, наверное, такой скомканный и получился. Белорусы проиграли 0-1. В воскресенье мы принимаем Францию, кстати, наш будущий соперник – победитель минувшего чемпионата Европы. Ну а 25 октября турнир завершится матчем с Казахстаном. Все игры нашей сборной начинаются в полдень. Приходите на Могилевский «Спартак» поддержать ребят. Центральный матч тура в Могилеве. В очередном поединке чемпионата Беларуси по мини-футболу Форта встречается с серебряным призером минувшего сезона – Гомельским ВРЗ. Передочным матчем могилевчане опережают соперника на одну очко. Впервые в истории противостояния этих команд Форта был в роли фаворита. Первый тайм в исполнении могилевчан получился на загляденье. В дебюте хозяева забили дважды и, казалось, могли снимать все вопросы о победителе. Но дальше соперники поменялись ролями. ВРЗ преобразился. Клуб из Гомеля заиграл активнее и моменты у ворот Форта стали возникать чаще. Могилевчане не успевали и фалили. Одно из нарушений произошло в штрафной. Арбитр встречи указал на точку. Градус матча становился запредельным. Много борьбы, судейских споров и голевых моментов. Порой хозяев спасали штанги и перекладины. Форта был обязан забивать в этом эпизоде. В итоге дожали гомельчане. Битва на Днепре завершилась миром. 2-2. Сначала как-то медленно, много чего не получалось. Пропустили 2 гола быстрых. Потом чуть подсобрались, но выровняли игру. Очень интересная игра была, особенно для зрителей. Я думаю, они получили удовольствие массу. Поэтому футбол – это игра для зрителей. Я думаю, у нас получилось устроить им небольшой праздник. Силы нас покинули, у нас много травмированных. Поэтому как бы так получилось, что немножко дали инициативу и получили два гола своего рота. Ну и, конечно, не реализовали свои моменты. Забей там третий мяч, и все могло быть по-другому. Для нас, наверное, как мы вели по счету, наверное, для нас это плохой результат. После семи туров Форта расположился на третьем месте. Впереди у команды игры с середняками чемпионатов, которых надо побеждать. В ближайших турах могилевчане сыграют с брестским аматором Щучином и Гродненским УВД «Динамо». Сегодня было столько соперниц, и очень тяжело было морально и физически. Но мы сделали это. В могилевском дворце гимнастики прошел Кубок Беларуси по прыжкам на акробатической дорожке. Могилевские спортсмены не остались без наград. На пьедестал поднимались девушки. Сначала в общекомандном зачете. Могилевская область на первом месте. Ну а через несколько минут вновь пьедестал в индивидуальном зачете. Екатерина Юкович третья, Диана Барановская первая. В прошлый год начались победы. Первый раз был в Барановичах. Мы одержали победу и были очень этому рады. И после этого мы не опускаемся ниже первого. Кстати, Диана – воспитанница Натальи Шавардовой. На этих соревнованиях хорошо известный в Беларуси тренер была главным судьей. Итогами я очень довольна. Девочки у нас стали прогрессировать. И это явно видно, что и первое место наше, и третье наше. Хотелось бы, конечно, чтобы оно было второе, не третье. Но придется еще поработать. Детский гандбольный праздник в Могилеве. Областной центр впервые принимал игры детско-юношеской лиги «Зуберкап». Уже второй год этот турнир проводит флагман белорусского гандбола Брестский БГК имени Мешкова. Очень важно, чтобы у нас в Беларуси были достойные соперники. Потому что играть с достойными соперниками – это гораздо интереснее, чем играть с теми, кого легко обыгрывать. Важно развивать гандбол именно с раннего возраста, чтобы эти дети нигде не затерялись. Чтобы их можно было вовремя подхватить и отправить сначала в фарм-команды, а потом в основной состав. В спорткомплексе «Техноприбор» встречались ребята из квартета «Б». В гости к могилевчанам приехали команды из Ашмян, Новополоцка и Минска. Павел Статкевич стал лучшим игроком матча-открытия турнира. В стартовой игре наши гандболисты уверенно одолели новополочан – 22-8. Не хватило защиты, там у нас были провалы. Потом нападения тоже были провалы. Ашмян и Могилев, мы с ними одного уровня, а Минска, ну, они более выше, сильнее. После победы над Новополоцком наши гандболисты уступили командам из Минска и Ашмян. Однако по итогам двух туров могилевчане стали вторыми в своей группе и продолжают борьбу за главный трофей. Это финальное соревнование Олимпийских дней молодежи. Могилевский спорткомплекс «Олимпиец» принимал республиканский турнир. В областной центр приехали семь команд. В каждой сильнейшие теннисисты из своих регионов. Среди них и Дарья Кисель. Прогресс появился и достаточно хороший появился. Стало лучше тренироваться, стало лучше держать мяч на столе. С 14-летней могилевчанкой специалисты связывают большие надежды. Она уже на равных сражается с более взрослыми соперниками. На этом турнире обыграла многих. В личном зачете поднялась на шестое место. И это при 28 участницах. Далее в ее расписании значится крупный международный турнир в Венгрии. Пожелаем удачи. Как и нашим парням, 20-летний Роман Вергунов, один из старейших участников «Олимпийских дней», неудивительно, что прошел финал. Хотя в борьбе за выход пришлось понервничать. Эта встреча проходила очень сложно. Сначала я повел, думал, ну легкая будет. Соперник отдавал мне игру, но потом он что-то начал прибавлять, прибавлять, прибавлять. Ну, кое-как одолел. На самом деле в этом кое-как зашифровано мастерство нашего теннисиста. Роман стал серебряным призером «Олимпийских дней молодежи» и так же, как и Дарья, планирует принять участие в «Венгрия Опен». Большинство получалось. В принципе, все хорошо. Мне понравилось мое выступление и командное выступление тоже понравилось. Еще одна могилевчанка Анжелика Подгородникова. И тоже результаты нашей команды на «Олимпийских днях молодежи». Есть место на пьедестале. В общем зачете мы третьи. Без башни, лоск, ну погоди, почти айтишники, хуба-буба, живее живых. С юмором и креативом названия своим командам придумали участники первого чемпионата Могилева по настольному футболу. 17 претендентов на главный приз, полцотни матчей и невероятное количество голов. Получается в мини-футболе, получится и в настольном. Так решили ребята из любительского клуба «Профстрим» и не прогадали. Дома раньше был настольный футбол, там тренировались. Вот мы ребята с одной команды просто решили поучаствовать здесь. Очень интересно. Игра первая была очень сложная. Мы 3-0 проигрывали, сделали 3-3, но они забили решающий гол. Вот мы проиграли 4-3. Просто на день рождения подарили ребята. Ну и дома стоял, все время собирались, играли. Ну и какие-то навыки уже получили. Но футбол немножко другой, стол другой, ну и немного по-другому играется. Мы проводим турнир в каждом областном городе Беларуси, поэтому мы сегодня в Могилеве. Это заключительный этап, уже в остальных провели. Играем до 5 забитых очков, ограничения повременные 10 минут, если уже матч там затягивается. Сюрприз от организаторов – участие в городском чемпионате игроков Днепра. Евгений Барсухов и Игорь Довгяла в настольном футболе новички. Тот редкий случай, когда тренер не ставит задач, а можно просто поиграть в удовольствие. Достойно выступить. Скорее всего, больше провести как-то время и познакомиться с ребятами, которые здесь. Я думаю, что они тут на профессиональном уровне больше играют. Но для нас самое главное – участие. Что-то новое, первый раз вообще в эту игру играем. То есть, ну, впечатления пока очень положительные, несмотря даже на то, что проиграли. В детстве наше мы играли больше на полях, чем в настольных футболах. Ну, тоже интересно, конечно, первый блин комом. Но, я думаю, дальше мы дадим еще бой. В первой игре футболисты Днепра уступили команде «Орбит без сахара». Чуть позже стало известно, что соперник одержал победы во всех играх и стал победителем чемпионата Могилева. То, что попали на ребят из Днепра, конечно, ну, удивительно повезло, наверное, да? Сразу думали, как бы все, Макс, приехали, да? Но потом, глядишь, как-то худо-бедная игра завязалась. Хочешь сюда поиграть и победить? Да, победить, конечно, было бы круто. Теперь эти крутые парни представят Могилев в финальных играх республиканского чемпионата. Турнир пройдет в Минске в конце октября. И на сегодня все новости. Это была передача «Спорт М». Смотрите нас, как обычно, по четвергам на «Беларусь». Четыре Могилев. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!